Доллар медленно умирает, как основная расчетная валюта, но спасаться нужно сейчас, об этом заявил глава Роснефти Сечин на Петербургском экономическом форуме, при этом рубль он назвал одной из самых ресурсообеспеченных валют экономикой, да и только, понимаешь, вот экономисты великие, великие экономисты. Это «Россия без будущего», совместный проект реальной журналистики и канала АРУ-ТВ, меня зовут Александр Романенков, мой соведущий Андрей Кузичкин, привет, Андрей. Привет, Саш, привет всем нашим. И мы начинаем. Слушай, ну вот сразу к этой новости, да, уж если договорились немножечко по поводу этого форума поговорить, вот тебе самому не смешно, когда ты слышишь вот такие вот вещи. Я вот сколько себя помню, столько и слышу, что Америки кирдык, что не сегодня-завтра их доллар рухнет. С другой стороны, вот если немножко сделать такой небольшой экскурс в историю, да, и так вот напомнить господину Сечину про самую ресурсообеспеченную валюту, так вот напоминаю, в 97 году, в 1997 с рублей убрали три нуля, причем это было сделано не в процессе каких-то экономических преобразований, реформ, их просто вычеркнули. Вот была купюра там 100 тысяч рублей, три нуля зачеркнули, стало 100 рублей. Поэтому, вот если говорить честно, то сегодняшние 100 рублей это 100 тысяч настоящие, сегодняшние 1000 рублей это миллион. Вот она реальная стоимость нашей ресурсообеспеченной валюты. Почему об этом-то все забывают? Ну неужели только мы с тобой книжки читаем, да помним, что происходило в далеком 97 году. Я устал, если честно, этот бред, во-первых, читать, во-вторых, служить, в-третьих, ну комментировать, конечно же. Что скажешь? Нет, это понятно совершенно, что помнят и многие, вслух говорят об этом совершенно, немногочисленная публика говорит, осмеливается об этом говорить и что-то такое напоминать. И, конечно же, все эти выступления Сечина, ну это, по сути дела, кривляние шута перед своим, значит, господином. Все стараются угодить Путину. Если Путин набросал там всевозможные тезисы о том, что российская экономика процветает, Запад загнивает, что мы, значит, побеждаем, самолеты поджариваем. Всем остается только поддакивать. А потом уже, знаешь, это по такому закону вращения усиливается, усиливается вращение, накручивается, накручивается. Каждый старается что-то придумать по заковыристи, по задорни, что-то такое вот вбросить, другого превзойти в каких-то своих фантазиях, нелепых вымыслах. Но только лишь бы Путину понравится. И поэтому, конечно, осечен это ведь главный спрос, потому что на самом деле рубль-то рушится, рушится. Если бы Центробанк не продавал валюты, конечно, бы ситуация была еще более плачевной, если за два месяца потеряли только 78 миллиардов долларов дополнительных доходов нефтегазовых. Это огромная сумма. Чтобы компенсировать, надо продавать валюту. И, конечно, все это на курсе рубля сказывается самым губительным образом. Поэтому ресурсы-то, может быть, и есть. Но в том-то и проблема, что сейчас их не так просто продать, и за такие деньги, как это было раньше. Индия, наш так называемый друг, или Китай, они же этим пользуются вовсю. Они дисконты выставляют, мама не горюй, по 30% требуют скидку и за нефть, и за газ, и за уголь. Поэтому, естественно, это все сказывается на положении рубля. Но чем хуже обстоят дела в Российском королевстве, тем громче будет челить и прислуга кричать, чтобы царь услышал, что у нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все хорошо. Спросит-то Сечина, так, товарищ Сечин, Игорек, а где наши нефтедоллары, которые ты обещал, что все будет хорошо, никакие санкции нам не страшны. Поэтому это ситуация, мы должны кричать, чтобы заглушить все голоса страха и сомнений. Чем дальше продолжается вся эта ситуация, тем меньше я уже верю, что когда-нибудь спросят. Потому что, ну кто-то, кто спросит. Вот наш народ, который превращается потихонечку в стадо, все больше мне стадо напоминает, нежели нормальное здоровое общество. Потому что я не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы не видеть происходящих процессов. Да, тебе по телевизору могут сколько угодно кричать про то, что рубль укрепляется, что вот мы сейчас всех порвем, пасти всем порвем, моргал и повыкалываем. Но ты же идешь в магазин затем и видишь, что цены выросли, цены снова выросли. Не проходит и месяца, вот последние там полтора года не проходит и месяца, чтобы цены на что-нибудь не выросли. Сегодня даже не помогает вот та самая замечательная ситуация, когда они упаковку уменьшали, то есть раньше килограмм там условно риса, потом стал там 0,9 килограмма, потом стал 0,85, потом уже даже по 0,75 продают. Но даже это уже не спасает ситуацию, потому что, ну ты все равно приходишь в магазин и видишь, что он подорожал. Ну может с сахаром так и не особо заметно, все-таки не такой популярный продукт, а со всеми остальными мясо взлетело на каких-то невероятных высот. Рыба растет в цене, как хрен его знает что. Мы омыряемся, омываемся несколькими морями и океанами. Откуда у нас рыба-то вдруг начала дорожать? Что с рыбой происходит? Я вот этого не понимаю, почему норвежскую рыбу было дешевле покупать, чем свою российскую? Ну и так далее, вот если зайти. Вот сейчас после катастрофы с этой Каховской ГЭС, я вообще не знаю, чего ждать в следующем году. Вот некоторые ватники, ура, патриоты кричат, как мы их, а кого их, хочется спросить, кого их? Мы как-то все забываем, что экосистема, она не бывает российская, она не бывает украинская, она общая. Мы все вместе живем на одной планете, и когда катастрофа случилась, да, вот с этой Каховской ГЭС, и все эти тонны воды потекли просто по равнинам, да, и хлынули в Черное море уже, во-первых, там эксперты, я не очень силен в этой теме, но эксперты уже сказали, что соленость Черного моря повысилась. А это значит, что видимо какие-то морские обитатели, ну упало, но это значит, что раз поменялась инфраструктура для морских обитателей, значит они будут дохнуть, или там, наверное, как-то мутировать. Ну, в общем, ничего хорошего с этим не будет. Потом мы все время забываем, что плодородные земли ведь смыло. Плодородные земли, гектары, сотни, тысячи гектаров плодородных земель, смыло, и они непригодны теперь для сельского хозяйства, будут долгие годы, а мы с тобой, ты спец по сельскому хозяйству, я думаю, ты со мной согласишься. Недаром Украину, вот мы с детства в голову вбивали, что Украина это житница России, что Украина всю жизнь кормила не только себя, но и Россию и прочие республики. Почему? Ну, потому что можно сколько угодно кричать, у нас самая большая в мире страна, ну и что? Давайте будем честными. Треть страны это вечная мерзлота, где не то, что сельским хозяйством нельзя заниматься, где жить невозможно. Еще треть страны это топи и болота. Вот залетаешь, вот за Урал, вот кто летал в те края, за Урал залетаешь, самолета смотришь вниз, и вот там час лететь до Ханты-Мансийска, вот целый час под тобой одни сплошные болота. И нихрена больше, причем они каких-то невероятных размеров, вот что там можно в этих болотах вырастить? Самое большое болото в мире, это наша гордость. Я же как раз в Томской области жил, налетался, насмотрелся. Вот, а в остальных территориях у нас умеренный климат, где сложно что-то вырастить, то есть у нас по большому счету не так много земель, пригодных для сельского хозяйства. Вот это называется, да, зона рискованного земледелия, так это по-научному и называется, зона рискованного земледелия, то есть дашь-надашь, вырастет, не вырастет, зерно бросил, но не знаешь, будет урожай или наоборот, все сгниет. Ты совершенно прав, но видишь, это одна из таких парадигм, видимо, нынешнего российского времени, это автаркия, то есть развитие с опорой на собственные силы. Ну, наследие Северной Кореи и их всех лидеров, они тоже, ведь идею Чучхе на чем основывали? Развитие только за счет опоры на собственные силы, и все, вот в этом суть идея Чучхе. И они попали в такую изоляцию. Но дело в том, что Северная Корея, она никогда не была интегрирована в мировое международное экономическое пространство, в международном разделении труда не участвовала. А в том-то и дело, что Россия вот за эти вот годы прошла этот путь, интегрировалась очень сильно в мировую экономическую систему. И сейчас, по сути дела, путинская клик олигархи вырывают ее из этой системы. Ну, и они уже им даже страшно, они остановиться не могут, потому что теперь и сама система их стала тоже отторгать, как какую-то такую опухоль злокачественную. Чаще и чаще вот эксперты западные сравнивают Россию со злокачественной опухолью. Поэтому, видишь, если мы начнем говорить, что вы что делаете, вы Каховскую газ взорвали, значит, пострадают от этого все регионы, в том числе и российские. Но это подрывает основу вот этой вот идеологии, что мы, значит, сами по себе живем, в ус не дуем, плевать нам на весь мир. Потому что тогда нужно признать, что если грязная бомба взорвется, зачем Украине взрывать? Они тоже от этого пострадают. Если вирусы, значит, начнут распространять из американских лабораторий, там не только тогда Россия пострадает, но и Украина в том числе. И тогда все эти легенды просто рухнут. Поэтому они говорили, а что так у Каховской газ? Ну, там, значит, смыли хохлов там немножко, да, и, в общем-то, все нормально. И только теперь, только теперь Росприроднадзор признает, что да, это похоже на чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. И ты вот говоришь про соленость, она как раз снизилась, потому что хлынули-то пресные воды, разбавили соленые. А это тем чревато, что началось цветение воды. И синие-зеленые водоросли опасны, ядовиты для человека. Тут не нужно мутантов ждать. Синие-зеленые водоросли начали в массе размножаться, одесские лиманы уже все позеленели. И вот эти теперь водоросли, они уйдут и на территорию Крыма в том числе, и начнут побережье крымское, курортное омывать. А когда синие-зеленые водоросли, ты уже не зайдешь и не покупаешься. Вот об этом, конечно, они совершенно не подумали. И тут ты в этом прав. Что живем одним днем, а что будет завтра, не заглядывай. А завтра мрак. Россия без будущего. На этом стоит заканчивать. Ну вот они собрались на этот экономический форум. Да, вот они собрались. Я за ним, честно скажу, я особо не следил, потому что мне даже просто неинтересно. Вот мне правда просто неинтересно. Я вот там что-то первый день включил, как услышал там опять какие-то бредни, очередные россказни, что мы впереди планеты всей. Я за ним даже следить не стал. Вот ты понаблюдал, что ты для себя оттуда вынес. Вот, насколько я понимаю, очередная тусовка. Ребятишки пригнали потусоваться. Раньше они тусовались в Лондоне, где-то там экономический форум в Давосе. Да, вот они ездили туда потусоваться. Сейчас вот у них нет такой возможности. Они решили вот свою игрушку создать. Вот свой какой-то типа экономический форум придумать. Они сели, причем эти люди, которые видятся каждый день. Что на херя вам этот форум? Я понимаю, раньше он был хотя бы международным. А тут вот сел Сечин там с Ротенбергом. Что-нибудь давно не виделись, что ли? Да, я думаю, вчера водку пили на даче. Вот, ну что им собираться на этот форум? Причем многие уже сказали, что, ну, в общем, вныне тот же Пригожин, хотя я не люблю его поминать добрым словом, но тот же Пригожин даже сказал, что вы не находите что-то, не совсем уместно устраивать вот эту вот тусовку в то время, как страна находится в режиме, ну, не хочется говорить слово войны, потому что у нас это опасно. Но когда страна твоя ведет боевые действия, а вы вот тут развлекаете, станцуете, омары жрете, девочек обжимаете и сказки друг другу рассказываете. Ну, это первое время чумы. Вот ты наблюдал, что... Это первое время чумы. Первое время чумы и такое визуализированное свидетельство кризис всей системы, не только власти путинской, но и всей системы. Потому что вот эта попытка сделать вид, что на самом деле ничего не происходит, и все идет по плану, вот заставляет и подобного рода форумы проводить, хотя понятно, что это совершенно вымученное, жалкое, убогое зрелище. Несмотря на огромные деньги, которые вложили, внешние эффекты, звезды выступают и поют, как ни в чем не бывало, роботы там какие-то ходят, Жириновского воскресили в 3D-программе. Но вот это все настолько убого смотрится, воспринимается, они этого не понимают, видимо. То есть деградация вот эта вот интеллектуальная и вся прочая, она коснулась даже сферы теперь экономики и финансов, что чрезвычайно опасно. И там, ну, забавная была сама по себе история, когда, значит, попытались Лада Аурус, по-моему, да, завести, а оно не получилось. То есть уникальный там какой-то выставочный экземпляр, который вообще должен работать часы. И то с первого раза завести не получилось. Это тоже свидетельство о деградации. Но были еще более интересные такие вещи. Греф выступает и говорит глава Сбербанка, что смена брендов после того, как вышли зарубежные компании из России, привела все-таки к падению объема предоставляемых услуг и все такое прочее. И Старбакс, популярнейшая, значит, сеть кофеин, которую теперь рэпер, значит, Тимати перехватил. И вот Греф и говорит, что на 76%, на 76% упал оборот вот этих кофеин после того, как они вывеску Старбакс убрали. Тимати сразу следом пишет письмо. Нет, нет, этого не может быть. Значит, вы врете все. Увольняйте своих аналитиков, потому что у нас на 5% на самом деле выручка выросла. То есть, понимаешь, даже вот на таком уровне системно-аналитическом уже зияющие какие-то провалы, которые пытаются замаскировать. И тут непонятно, кто, конечно, соврал. Но я все-таки считаю, что Греф-то правду сказал, а этот пытается приукрасить Тимати. Он же получает под это субсидии всякие разные с госбюджета, чтобы вот эту сеть своих кофеин поддержать. Им надо хорошие показатели показывать. А Греф, наоборот, сказал, что, значит, вы упали. То есть там раздрай уже начинается внутри, внутри вот этих вот... Так вот, мне вот интересно, они чем-то хвастаются, какими писками они меняются, потому что буквально сегодня вот видел видео, я не знаю, когда это случилось, сегодня или вчера, подошел журналист, и, значит, у там какого-то представителя, какой-то компании, которая производит дроны, он спросил, говорит, слушайте, а вот в чем отличие вот этого вашего дрона от китайского? Ну, имелось в виду, что журналист решил его потроллить таким образом, что, ну, что ты мне скажешь, я же вижу, что это китайский дрон, как вот тоже там с автомобилем, с каким-то... По-моему, тоже Лада какая-то. Юля вот в понедельник выйдет в эфир, будет у себя в программе Вести Бескиселева об этом как раз рассказывать, где их тоже поймали на вранье. А, да, Лада какая-то, сам Соколов, Соколов, да, по-моему, генеральный директор, презентовал, это наша новая Лада. А они там по своему головотяпству, по своей тупости с руля даже шильдик китайский забыли снять и притащили, значит, эту машину. Ну, е-мое. Они уже, на народ им всегда было плевать. Ты говоришь, что значит, они ничего не понимают, что мы им не верим. Да это им плевать на народ. Они сами друг друга уже брать начали. Вот это вот уже тоже показатель, конечно, глубокого кризиса системы, когда начинают врать друг другу. Не только Путину приукрашают, да. Вот вся надежда на это, что в конце концов они переругаются друг с другом. И, наконец-то, в России после глубокого кризиса затяжного начнутся какие-то перемены к лучшему. Потому что дальше просто вот на таких глиняных ногах и на песчаном фундаменте Россия просто не продержится, не удержится. Экономика уже трещит, расползается по швам. А потом просто все обрушится. И поэтому, да, вот подобного рода форума, они как раз призваны как хирургическая нить. Что-то там зашить, подлатать такое и создать видимость благополучия и здоровья. А получается все с точностью, да наоборот, эти форумы показывают убогость и кризис всей современной российской системы и власти, и экономики. Но это же рано или поздно станет заметно. Ну, рано или поздно оно станет заметно, потому что любой товар, любой продукт, он выходит из строя, грубо говоря, от старости. Телефон устаревает, ломается. Вот у меня прошлый телефон, а он, кстати, не такой старый телефон 2019 года, но он, видимо, на так долго и не рассчитывал. Он просто вздулся. Представляете, что взял и вздулся. А, это знакомо. Как шар такой. Компьютеры полетят, телевизоры, там какая-то бытовая техника, самолеты начнут сыпаться. Уже сейчас говорят, что в нашем авиапроме промышляют донорством. То есть со старых одних самолетов снимают запчасти, переставляют на другие. С автомобилями вот сейчас вообще засада, да. Объявили москвич, но это не москвич. Сейчас вот какую-то ладу презентуют, но это ни хрена не лада. Это тоже китайская какая-то история. Ну вот. Ну и плюсом, мы же вгоняем себя в зависимость от этого Китая. Ты вот там сам в начале сказал, что они-то ребята не глупые. Они понимают, что нам это надо больше. Они уже начинают борзеть. А давайте нам то, а давайте нам это. А вот здесь вот на уступки пойдите. А вот здесь. Вот. Мы сейчас полностью вгоним себя в зависимость от Китая. И все. Они просто приедут и хозяйничают. Хозяйничать тут будут, как у себя дома. А нам деваться не туда будет. У Си Цзиньпиня, наверное, такая задача-то и есть. Потому что Китай уже давно-давно ни с кем никогда... Ну, воевал когда-то, но теперь у них концепция национальной безопасности. Как раз и их ментальность историческая предполагает, что они тихо и сапой, забравшись на дерево, будут ждать, когда по реке проплывут трупы врагов. А потом, значит, спустятся. И все, что после врагов останется, будет их собственностью. Ну, вот, видимо, Си Цзиньпинь поэтому заинтересован в том, чтобы измотать Путина. Сейчас побольше, значит, ресурсов получить со скидкой с большой, а потом, может быть, и даром. Да, видимо, задача в Китае именно такая. То есть постепенно синизация, да, китаизация России происходит. В связи с этим перспективы, в первую очередь, именно у территории до Урала довольно печальные. И Урала в том числе, я думаю, потому что как раз это все территории ресурсно обеспеченные. И малонаселенные, что Китаю очень-очень даже нравится. Самое интересное, что как раз китайская делегация как-то не прозвучала и не прозвенела на этом экономическом форуме. Хотя раньше они направляли очень многочисленные делегации, там какие-то подписывали контракты. Теперь они, видимо, рассчитываются это даром получить, так зачем они будут за это деньги платить. Поэтому контракты никакие не подписываются. Ну, правильно, потому что я говорю, ситуация, я вот это вот прямо чувствую, что ситуация, вот она получает такое развитие. Зачем нам у вас что-то покупать, мы потом просто заберем даром. Мы сейчас поставим вас в конкретную зависимость от нас и все. И дальше вам деваться некуда. Машины тебе нужны, телефоны нужны, компьютеры нужны, оборудование какое-то цифровое нужно. Ты все равно ко мне приползешь за всем за этим. А я еще с тобой поторгую и скажу, знаешь что, мне твои рубли не нужны. И доллары мне тоже не нужны, и евро не нужны за эти мои компьютеры. Ты мне, пожалуйста, вот там вот кусочек Сибири отпиши, и мы на этом каким-то образом договоримся. Я думаю, примерно к этому они и готовятся. Единственное, на что я надеюсь, вот есть такой совершенно замечательный фильм, ты-то его знаешь, «Человек с бульвара Капуцинов». Вот там герой Боярского в начале фильма, он играл этого бандита, Джека какого-то, черного Джека, который сказал, «Господа, коррупция погубит эту страну, помяните мое слово». Я перефразировал эту фразу, я обычно говорю, коррупция нашу страну спасет. Вот я очень на это надеюсь. Потому что, ну, вечно воровать нельзя, нельзя трясти дерево вечно, в надежде, что с него будут продолжать сыпаться яблоки. Если это дерево не удобрять, не поливать, не ухаживать за ним, рано или поздно отвалится последнее яблоко, и привет родителям. Все, ты можешь хоть что с этим деревом делать, там, бросаться в него, материть его, все, что хочешь делать. Танцевать вокруг него, но если ты его не удобрял, он засохла, ты остался без урожая, вот и все. Скорее всего, так и случится, тем более мне напрашивается историческая аналогия, ведь, по сути дела, сейчас идет цивилизационный спор. И большой такой конфликт, который приведет к разрешению этого спора, но, боюсь, не в пользу России. Хочу напомнить, что Александр Невский в свое время выбирал между союзом с крестоносцами, то есть с Западом, условно говоря, и с Ордой. И выбрал союз с Ордой. Он решил объединиться с Ордой, по сути дела, отдать на откуп все русские княжества с тем, чтобы помощью военного союза, значит, не допустить крестоносцев в русские земли. Но у него это получилось, и после этого 200 лет практически продолжалась монголо-татарская. Сейчас та же самая история. Выбирая между Западом и Китаем, Путин выбрал союз с Китаем. Но это совершенно другая цивилизация. Это совершенно другой народ, совершенно другая ментальность. И я боюсь, что на этой почве все русские яблоки, яблони просто засохнут, и яблок мы уже не увидим. Вот, если это в пользу Китая на самом деле разрешится цивилизационный конфликт, то это будет глобальная такая катастрофа, за которой может последовать и гибель русской цивилизации. Поэтому я и говорю, страшно, что Россия-то может остаться без будущего на самом деле, а не только в заголовке нашей передачи. Ну вот на этой оптимистичной ноте и предлагаю закончить. Увидимся уже в следующем выпуске. Поэтому да, непременно увидимся еще раз. Я надеюсь, искренне. Меня зовут Александр Романенков, Андрей Кузичкин. Пока-пока! Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok